Психосоматика наших ощущений, экология нашего внутреннего мира, наша внутренняя речь и умение владеть эмоциями и невербальным языком тела, видите сколько я перечислил, и составляет качество нашей жизни. Психосоматика – это те гормоны, которые нам гипоталамус подкидывает, чтобы железо внутренней секреции выбрасывали. Внутренняя экология – это тогда, когда образы у нас в голове не какие-то страхи, а может быть море, птички или какие-то другие прелести. Внутренняя речь, как в интеллигентных кругах говорят «следи за базаром», и когда мы говорим с собой, сами с собой, правильно и верно, то тогда и мы живем качественно и хорошо. Вот поэтому, друзья мои, на это есть у меня аффирмации, как составлять, как составлять правильно для вас, а не как пишут в интернете. Посмотрите некоторые мои ролики, и вы увидите, что совершенно неправильно дают вам рекомендации в интернете. О том, как владеть эмоциями и снимать эмоциональные зажимы, как владеть невербальным языком, как чувствовать свою психосоматику. Вы хотите экологично и правильно жить? Берите с меня пример. Ну, конечно, диету и велосипед мне нужно увеличить, а все остальное посмотрите. Вы посмотрите на меня. Мне пошел 69-й год. Да. А кто из вас до таких лет доживет? И доживет ли так, как я? А вы посмотрите вокруг. Эти под 70 лет старики, особенно старушки. А я знаю секреты. Секреты молодости в нашей голове. И есть упражнение. Тренировка не для хвоста, как в мультике, а тренировка для мозга. И когда мозг работает, когда гипоталамус выбрасывает те качественные гормоны, то тогда, тогда надо все-таки кататься на велосипеде, плавать и двигаться. Проживем до 106 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...